Девушки отдыхают. 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 и обречены на рамство. По разбитым дорогам в тесных заколоченных решетках сотни душ двигались к месту, где они навсегда поделят свободу. В честь такой добычи во дворце был устроен пир, на котором не было места человечности. Вино лилось рекой, а попавшие в рабство девушки, как марионетки, делали все, что велел хозяин. Среди них была и возлюбленная Спартака. Однако главным развлечением того дня стало сражение гладиаторов. Обреченные на смерть, они, как безвольные манекены, вынуждены были сражаться за свою жизнь. В одном из таких поединков, Спартак, не узнав друга, нанес кому смертельный удар. Ожидая нового дня, душа Спартака не могла найти покоя. Каждое воспоминание и каждая мысль о прошлом и предстоящем будущем приносила ему боль. И тогда, не в силах терпеть, Спартак решил восстать против римского правителя в борьбе за свою свободу и свободу своей возобновленности. На ключ Спартака откликнулись други гладиаторы и рабы, желающие бороться за свою свободу. Они поверили ему и дали священную клятву, приседнув на верность. Но из Горинской империи были уже готовы. Они окружили восставших, чтобы дать им бой и навсегда уничтожить их. Горинской империи Это было яростное и ожесточённое сражение. Но войско Спартака, окрыганное свободой, смогло одержать победу. Враг был разбит и спасался бегством. Впервые за долгое время Спартак испытал счастье. Он снова был со временем в месяцах. Но, увы, это была лишь временная иллюзия. Враг не собирался сдаваться. Ночью предателями было отравлено вся вода вновь. И наутро все погрузилось в конечную тишину. Аспартак-1 предстал перед целым русским войском. КОНЕЦ akh Это был неравный бой. Спартак понимал, что не одержит победу. Но он сражался за свою свободу. До самого конца. До последнего вздоха. Пока сердце, пронзенное копьем, не замолчало. Субтитры сделал DimaTorzok Спартак погиб, но погиб как свободный человек. И кажется, что в этот день все воды планеты оплакивали его. Но веста его несломленной силы духа разнеслась по всей округе, вдохновляя тысячи людей и в наше время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А эта фигура столь внушительная, что аж сцены не видно Сам Алексей Константинович Толстой Что-то не так, коллега? Что-то горелой бумагой пахнет Здесь был губль? Был и передавал свое почтение А мы, в свою очередь, хотели бы посмотреть и чудо из ваших исторических фалотин Если вы позволите, конечно О, конечно, что же это я? Трех целей я создал для сцен Маммого театра Это исторические пьесы царь Иоанн Грозный Царь Федор Иоаннович и царь Ларис Вечные вопросы власти, ее цели и средства были в Боге нашим И решались они неизменно при свете солнца Легендарные песни, чьи анонсы всегда вызывают интерес к звезду Это не вестерн Ружье на стене Показатель тихих драм Антона Павловича Чехова И оно обязательно выстрелит в конце Антон Павлович, рад вас видеть На сцене Малого театра вы значитесь певцом тонкой игры чувства Я врач, мне ли не знать, что происходит у человека внутри? И все же, ваши герои словно оживают на сцене До этого надо перестать верить в то, что говорят и пишут другие Наблюдай сам и вникай И тогда родятся новые символы жизни, веры и завершенности Стук топора по вишневым деревьям наполнится вселенским смыслом Что же касается меня Для меня Малый театр стал дом Здесь я обрел себя Обрел свой голос Как же там было? Почему люди... Отчего люди не летают, как птицы? Отчего это люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Ты знаешь, мне иногда кажется, что я птица Чужая душа Чужая душа, котенки Хорошего человека нельзя не полюбить Нехороший любить, а не хороших любить А я вам скажу, что у меня не цель нашел свой театр Все Каждый, кто когда-то играл мне в сцене И писал мне, кто шел костюм и строил тех праздников Все мы без остатка, который из тебя Малый театр Он дал нам доказанную прошу Пройдет время Но все так же смутно И вновь наполнит зал Аплодисменты А Малый театр Откроет свое мнение Потому что Великая Никогда не станет вам прощать И услышать Развечно На следующем Сверху Сверху